О том, как путешествие меняет жизнь после посещения Катгырской Республики, я пригласил на сцену Ларису Булину, тревел-блогера. Здравствуйте. Раз-раз. Можно было бы запустить видео, которое мы отправили? Друзья, я очень рада приветствовать вас здесь на туристической выставке. Я хочу представиться. Меня зовут Лариса Булина, я тревел-блогер. У меня свой YouTube-канал, потом в конце будут все ссылки на него. И вот уже как два года я посвятила свою жизнь и свою творческую блогерскую карьеру Кыргызстана. И сегодня я вам расскажу, почему, чем эта страна так меня захватила. Во-первых, я очень рада видеть здесь людей, которые занимаются путешествиями. Путешествиями — это значит, вы люди, которые стремятся к знаниям, к открытиям и, возможно, даже откровениям каким-то для себя. Ведь зачем нам путешествия? Зачем нам что-то видеть вокруг? Видение, в моем понимании, дает нам понимание. И когда мы видим, как живут люди, когда мы видим культуру, когда мы видим прекрасные места, что-то внутри нас меняется. Вы знаете, это мое первое выступление на такую большую аудиторию. Раньше я либо записывала свои ролики, вы сейчас видите оттуда нарезку, либо рассказывала своим друзьям. И всегда, в 100% случаев, все люди, которым я рассказывала про Кыргызстан, открывали рот вот так вот. И они не верили, что эта страна, наша страна бывшего Советского Союза, и что это происходит действительно там. Они узнали обо мне, от меня о Кыргызстане. А вот что знаете вы? Я думаю, или мало, или совсем ничего. И для нас, как для людей, которые работают в туристическом бизнесе, сейчас это и большой минус, и большой плюс. Почему минус? Минус потому, что люди обычно привыкают выбирать те направления, в которых они, кто-то уже был, были их друзья. Например, Грузия. Все знают, что в Грузии пьют вино и едят хинкали, что там есть Бату и Митбилиси. Все знают, даже если вы там не были. Вот, например, я не была в Париже, но я знаю, что там есть Эйфелева башня. Если я поеду в Париж, я обязательно туда пойду. А что Кыргызстан? Чем Кыргызстан может ответить на популярные туристические направления? Вот как раз своей загадочностью и неизвестностью. Потому что, когда человек отправляется в Кыргызстан, у него нет абсолютно никакого представления, что он там увидит, кроме тех картинок, которые ему показал туроператор. Он открыт и свободен для эксперимента, для приключения. У него нет никаких стереотипов. И не срабатывает система ожидания реальности. Потому что он ничего не ждет, а реальность превзойдет все его ожидания. И нас, как тур, людей, работающих в турбизнесе, нам нужно сделать так, чтобы первая встреча с Кыргызстаном запомнилась ему навсегда. И поэтому я хочу еще раз с вами поздороваться, но уже другими словами. Добро пожаловать в Кыргызстан. Так, тут у меня тут... Ага, поехали дальше. Итак, первый раз я приехала в Кыргызстан два года назад. Я не знала там ни одного человека. Я приехала туда как блогер для того, чтобы снимать свои выпуски. Я была в домах у богатых кыргызов. Я была в домах у чабанат. Я была на пасеке, где собирают мед люди. Я была у дизайнера кыргызской одежды. Кстати, на мне ее бильдемчи. Это кыргызский национальный элемент одежды традиционной. Я пробовала все, что мне предлагали. Плов, кумыс, лагман, ашлямфу, барсоки. Я никогда ни от чего не отказываюсь. Потому что я максимально открыта. Но самое главное, что я увидела в Кыргызстане, это не еда, и не горы, и не озера, хотя они великолепны. Я увидела людей. Люди – это самое главное, основное достояние любой страны. Нашей страны, любой страны. Но в Кыргызстане особенные люди. Вы знаете, я поняла, какой смысл моего блога. Какой смысл того туризма, который я развиваю. Человеку нужен человек. Только в Кыргызстане я поймала себя на мысль, что я смотрю в глаза чабану. Чабан – это пастух. Это человек, который пасет овец. Я смотрю ему в глаза, я вижу такой мир, который я не вижу в других глазах в своем городе, в Москве. Я вижу достоинство. Он достойно несет свою профессию. Простую, казалось бы, чистую, но в этом красота, в этом благородство. И вы знаете, к этой мысли о том, что человеку нужен человек, я пришла не сразу. Два года назад, когда я приехала в Кыргызстан и заканчивалась моя поездка, я ночевала на Джайло Кырчин. Вот на клубе здесь, это был мой первый гид. Я ночевала на Джайло Кырчин, вот как раз в семье у этого чабана Жолдыша. Мы ночевали в палатке, я вышла, отключила камеру, вы знаете, я заплакала. Хотя я не особо сентиментальный человек. Я заплакала не от того, что мне через два дня уезжать, и я не хочу на свою нелюбимую работу. И не потому, что я влюбилась в Кыргызстан, нет. Я заплакала от того, что в людях я увидела то, чего не видела давно в себе. Спокойствие, гармония и доброту. Ведь здесь, в больших городах, мы вообще забываем о вот этих простых истинах, которые на самом деле нам нужны, чтобы чувствовать себя счастливыми. Мы про них действительно забываем. И какова же цель туризма? В моем понимании цель туризма построить вот эти маленькие мостики между людьми. Ведь ни для кого не секрет, как последние годы мы разобщаемся. Даже те люди, которые считались... Ой, не хочу даже этого говорить, но... Информационная политика такова, что там всегда есть какой-то негатив. И когда вы видите представителя какой-то национальности в метро, вы, скорее всего, если бы не ездили в эту страну, что вы подумаете? Вы вспомните какие-то новости, которые вам рассказывали в средствах массовой информации. А это чаще всего негатив. Что я вижу, когда вижу Кыргыза? Во-первых, я всегда вижу это Кыргыз. Я всегда внутри ему говорю, саламат, сызбы, кандай, сыз, как дела у тебя? И я вижу, как его мама печет лепешки в тандыре. Я вижу, как его братья играют в кокбуру. Я вижу звездное небо через тундук в его юрте. И вы знаете, все это очень важно. Кыргызстан — это древняя кочевая цивилизация. Первое упоминание о государственности Кыргызстана было еще в 221 году до нашей эры. 2000 лет государственности, а самому народу еще значительно больше. Но у нас сейчас не урок истории, для того, чтобы я вдавалась в эти подробности. Почему я об этом упомянула? Что мне очень понравилось, то, что люди в Кыргызстане до сих пор хранят вот эту кочевую свою культуру. В быту, в общении, в тоях, в праздниках, на свадьбах, везде. И это очень важно. Вы видите флаг Кыргызстана. Я, кстати, по таймингу иду правильно. Вы видите флаг Кыргызстана. Очень красивый флаг. Знаете ли, что он символизирует? Как вы думаете? Наверное, вы скажете, что это солнце. Но нет, это не солнце. Этот круг – это тундук. Тундук – это отверстие в юрте, можно сказать, вентиляция юрты. Почему он на флаге? На самом главном символе страны. Потому что тундук – это символ объединения. Именно в тундуке племена, старейшие племен садились и принимали важнейшие решения для племени. Именно под тундуком рождались дети и умирали старики. И вы знаете, так и сейчас в Кыргызстане. Почти все кыргызы имеют юрту, особенно те, которые живут у себя в частных домах. Когда той, то это праздник, они ставят юрту и делают там угощение для гостей. Когда кто-то умирает, последнюю ночь человек также проводит в юрте. И всегда, когда приезжают ко мне гости в Кыргызстан, я говорю, ребят, обязательно нужно переночевать в юрте. Обязательно. Не стремитесь к отелям, поедьте в юрту. Вы должны почувствовать тепло, прохладу юрты в знойный жаркий день и тепло ночью. Это очень круто, это очень крутое ощущение. Еще одна крутая традиция – это кокбуру, которую вы сейчас видите. Это конные игры. Я самый большой фанат в Кыргызстане – кокбуру. У меня среди моих подписчиков, наверное, 50% – это кокбуристы. Кокбуру – это очень жесткая игра. Всадники борются за тушу козла или теленка для того, чтобы донести ее из тачки А в точку Б. И многие могут подумать, даже мои друзья, которые здесь, они говорили, господи, Лара, это ужасно. Нет, это не ужасно. Это философия, это история. Ведь кокбуру исторически воспитывала воинов непобедимого кочевого племени для того, чтобы поднять тушу на скачущем коне теленка. Представляете, 80 килограмм она весит. Какой силой надо обладать. Воины-кочевники никогда не оставляли своих братьев на поле битвы. Они на ходу раненого товарища закидывали к себе на лошадь и уходили прочь, спасали его. И это очень важно. Конь вообще в Кыргызстане уникальное животное. Считается, что конь – это крылья кочевника. Конь – это друг, конь – это источник питания. Конь дает кобылье молоко, уникальное по своему составу. Кобылье молоко можно пить только в сезон с мая по, наверное, июль. Может быть, еще и в августе можно, но оно уже другими свойствами обладает. И это целое направление туризма в Кыргызстане. Если будете, обязательно попробуйте кобылье молоко. Оно невероятно вкусное. Но оно отличается от камыса. Вы узнаете, когда туда приедете. И вот везде есть вот эти смыслы. Почему я очень люблю изучать, я как исследователь там. Везде есть смыслы, в каждом движении, в каждом элементе одежды. В каждой традиции везде есть свои смыслы. Вот, например, как вы думаете, что первый вопрос, который задают кыргызы друг другу при знакомстве? Аклубек, какой первый вопрос? По-русски скажи. Откуда будешь? Правильно. Или из какого ты рода? Вы знаете, это очень важно. Это очень важно, потому что род, семья для кыргыза имеет первостепенное значение. Давайте вернемся к флагу Кыргызстана. Как вы думаете, что означают вот эти лепестки, лучи? Наверное, подумаете, это жаркое солнце степей. Нет, это не жаркое солнце степей. Их ровно 40. 40 родов в Кыргызстане. И каждый кыргыз должен знать 7 своих отцов. Вы знаете, в Кыргызстане есть один классный лайфхак. Но это не лайфхак, это их образ жизни, а для меня это уже лайфхак. Для того, чтобы обратиться к мужчине, которого вы не знаете, либо имя его забыли, вы можете сказать, байке, как пройти на площадь Алато? Или эже к женщине старше себя. У вас очень вкусные лепешки. Байке означает брат, эже означает сестра. И это уважительное отношение в Кыргызстане. Это не так, эй, братишка, это сестра, брат. Потому что Кыргызстан – это большая семья. И вы знаете, в Кыргызстане, я хочу об этом сказать, невероятно мощное гражданское общество. Вот эта семья объединяется в момент напасти и, может быть, даже горя. Когда был ковид, гражданское общество спасло страну. Волонтеры работали на то, чтобы развозить еду. Бизнесмены помогали людям, у которых нет возможности лекарства. Рестораны работали, приготовляя бесплатно еду. И в дни Баткенских событий, о которых, наверное, не хочется вспоминать, это вооруженный конфликт. Именно гражданское общество сполочается для того, чтобы помочь своему региону, который сейчас страдает. И это очень важно, потому что для Кыргыза важен человек. И когда ты приезжаешься, ты это сразу понимаешь. Знаете, я горжусь тем, что я являюсь другом Кыргызстана, другом Кыргызской республики. У меня даже есть там свое прозвище. Меня называют Сары Кыс. Сары означает Сары светлая, рыжая, солнечная. Кыс это девочка. То есть это можно перевести как блондинка, а можно перевести как светлый человек, солнечный. И так меня называют все. Я иду по городу, мне говорят, Сарышка, привет. Я говорю, о, привет, пошла дальше. То есть это мое уже общение с Кыргызами, которое очень сложно будет разорвать. Ребят, мое выступление... Ой, закончилось раньше времени. Если вдруг какие-то есть вопросы, то я с удовольствием отвечу. Но я хотела какой смысл донести? Я не знаю, наверное, сейчас сидят туроператоры, турагенты, еще кто-то. Люди, которые просто хотят путешествовать. Вкладывайте душу, вкладывайте смыслы. Ищите простые истины в своем деле. Простая истина – это доброта, это объятие, это улыбка, это накрытый стол. И эти простые истины сделают ваших туристов счастливыми. Вот именно это они запомнят, когда они приедут в Кыргызстан или в любую другую страну. Если вы хотите, вы можете мои контакты здесь посмотреть. Там есть мой YouTube-канал, там есть мой Instagram, там есть мой сайт и мой Telegram-канал. Мой Telegram просто. И, в общем, мое выступление на этом заканчивается. Спасибо большое. Спасибо, Лариса, большое. Доброе утро. А, все, я могу идти, да? А что-то я растерялась. Приехать в Кургусскую республику и увидеть все это воочию. Спасибо вам большое. Ага. Все нормально? Мы возвращаемся. Мы возвращаемся с Россией и идти на сам...